Stickers Factory распечатала мне большущую партию наклеек Steel of Daily с очень качественной печатью. Они занимаются автовинилом, разными наклейками. Так что, если кому-нибудь надо распечатать свои наклейки со своим дизайном или любые другие, обращайтесь в Stickers Factory. Все сделают очень круто и по срокам всегда все быстро. А мой пак наклеек вы можете найти в моей группе. Мы с Фелом приехали в домино-сервис и сейчас будем наконец-то заниматься тачкой. Тема, здорово! Привет! Фел, здорово! Так, что у нас сегодня по плану? Ты смотри в камеру. Я один раз не буду смотреть камеру специально для вас. Короче, сдернем редуктор, сдернем подвеску, кое-какие детали. Изучим те ступицы, которые есть у Темы для того, чтобы сделать шпильки вместо болтов. Об этом отдельный будет лайфхак, как и сделать их максимально дешевый переход с болтов BMW-шных на шпильки с гайками. Наконец-то выбрали время, на самом деле уже зима, уже вообще пора готовить тачку. Заначка моя, буквально через 2009 года. В свое время удачно купленные, обычно я каждую зиму использовал на чайнике. Вот это NKRPF1, одни из самых легких дисков на самом деле, которые производятся. Сколько весит? Слушай, 6,5 килограмм, если не ошибаюсь в памяти, я их взвешивал просто очень давно. Что у нас тут еще есть? Редуктор я вижу, привод. Редуктор нам подогнали, ребята, запасной под другую главную пару. Его тоже заварим и попробуем на разных парах поездить, чтобы сравнить, какая лучше подойдет для этой машины и тем трассам, к которым мы будем ездить. Ну, площадки. Тут есть немного, некие остатки музыки от ее прежней гражданской жизни. Их мы, скорее всего, удалим. Хотя можно для веселья и оставить. Тут угарный момент. Ее, видимо, недавно делали, да, и трубка тормозная очень странно проходит так у колеса. Крепление. Это проволока. Говорит, вот почему пердит выхлоп на ней. Как бы это в первый же день, когда нам завели ее в боксе, услышал этот звук характерный из-под заднего колеса. Но вот еще здесь сечет немного. Мы решили заняться списком запчастей, что нам потребуется, чтобы его составить. И тогда уже будет уже рационально все это дело менять, когда будут запчасти. Сейчас Тема в этом нам всем поможет. Давай, Фил, ты будешь у нас этим записывающим. Секретарем. Секретарем. Нужны тормозные диски, тормозные колодки. Значит, нам нужны передние стойки. Вот примерно таким кронштейном через сайлинблок крепится балка на этой машине. С одной стороны и не крепится с другой. Нам с этим придется что-то придумать. Он должен куда-то сюда крепиться. Но, видимо, когда она кувыркалась или переваривали крылья, она покинула нас. Очень оригинальное крепление аккумулятора, потому что провод минусовой, на самом деле, это является и провод, и кронштейн. Он держит в эту сторону аккумулятор, чтобы он не болтался. А здесь у нас деревянный упор, который не дает ему туда болтаться. Не удалось все вещи нормально починить, и, скорее всего, это невозможно. На всей машине причем. Здесь немножко течет вода, и, скорее всего, мы не будем это чинить, а просто на стяжку подцепим сюда ведерко. Или дверь не закрылась. У тебя как будто аукционный лист. BMW-шный аукционный лист. Видите? Опа. Вот это да. Ну. Еее, зафиксировалось. Она была такая красивая, когда мы ее первый раз увидели. Да, глядная обшивка не держится, и она задевает за порог. Причем порога уже нету, но тут в проеме по-прежнему для двери не хватает места. С этой стороны уплотнения, чтобы не только здесь не текла вода, а чтобы она не текла здесь. Здесь какой-то мягкий гудрон. Оп. И как на «Жигулях» у нас плата с лампочками вся в руках. Причем лампочки у меня были закуплены для своей тачки, и даже что-то осталось. Надо посмотреть, какие горевшие, какие нет, потому что ничего почему-то не горит. Короче говоря, на заправке она плевалась в меня бензином. Я до 1000 рублей заправлялся полчаса, потому что она отстреливала постоянно. Мы начали изучать, почему. Ну, как-то кривовато бак стоит, там, возможно, еще проблемы. И заметили интересный тюнинг. Тут кусок камеры, это типа обшивка внутренняя. Ну, в общем, там еще немножко... Изолента. Да, сама горловина. Шлам какой-то, да? Да, он замотан какой-то изолентой, скотчем и прочим, что попалось под руки. В общем, поэтому и течет. Хотели выкинуть музыку из нее, тяжелые детали. На самом деле мы их оставим. Компакта очень легкая жопа по сравнению с купехами, седанами, универсалами. И мы оставим эту музыку здесь для развесовки. Мы ее, скорее всего, просто прикрутим вот так усилитель туда же сам. И, наверное, установим проводку. А монитор? Монитор? Потому что там голова есть. 20 денег. А, коколоники, конечно. Мы прокачали вашу тачку. Итак, Тема отдиагностировал нам всю машину. И получился списочек. Причем такой серьезный. Давай, Фел, зачесай список. Как серьезный, это вторая БМВ. Снега выпало больше. И, соответственно, беспредела еще больше. Возьми тут. Что-то не в ту сторону поехал, походу, парень. Все, в общем, угорают по полной. Тут даже выстроена трасса из конусов. Зимний дрифтер. Как только зима, этот человек просто берет и каждый день, наверное, тут раздает. Вместе с джигами в этой вакханалии лютой. Ты еще видел, я их обгоняю, там подрезаю и перед ними перекладываюсь. А еще еду в две педали. Левая на тормоз, правая на тормоз. Нет, я угораю, что ты не можешь собрать себе летнюю тачку, но зимой ты постоянный гость этой парковки. Поехали, прокатимся. Сзади весело. Тут как бы принято вылезать из окна. Сейчас подумаем. Просто скилл, нереальный скилл пруфа, накопленный годами организации. Ты специально сейчас решил меня пополать? Дрифт в Мацури? Нет. Смотри просто. Вот не хватает мне, Сошки. Сошки, стоп. Сошки, стоп. Короче, мы сели в Жигу. Ты тоже сел? Я сижу, кстати. Сошки, стоп. Сошки, стоп. О, по-моему. Дай, мучиться. Ух! Бедай, не шок. О, по-моему. Ух! Давай! Давай вот, пожалуйста. Ого! Ха-ха-ха. Нормальный дэмэч. Похоже, какой-то терпен начался. Слышь, глупый ехать. это конечно не знаю нельзя назвать дрифтом это реально просто веселье я никогда не буду участвовать в таком там высовываться с палкой но атмосфера тебя на это принуждает короче это реально весело так диски и колодки тормозные передние и задние в кругах меняем передние стойки уже это обсуждали опоры регулируемые верхней поставим потому что попозже станут нижние рычаги от 46 для увеличения выворота это стандартный набор на 36 так немножко увеличивает выворот передние нижние рычаги от 46 саленблоки нижних рычагов те которые сзади на лонжерона упираются и в любом случае придется усилить и когда поставим 46 они не подойдут но это тема сделает тут в домино задние ступичные подшипники пружины низкие я нашел у человека надо будет забрать подпишем изготовление саленблоков балки задних те которые отсутствуют одно из крепления их в любом случае будет сделать и восстановить как-то это крепление иначе мост у нас будет весь гулять заварка обоих редукторов заодно померяем что там за опоры выхлоп китайский заднюю часть купим медные трубки купим 10 метров и штуцера чтобы перепроложить заново тормозную плюс при установке ручника гидравлического нам в любом случае придется тянуть магистраль по-новому уже через салон фланги тормозные непосредственно на подводке тоже пригодятся то есть их купим но у меня возможно что-то валяется в гараже ремонт горловины бака топливного который течет там замотан скотчем пересверливание на 5 на 114.3 соответственно шпильки от гбц таза это потом все покажем расскажем карданчик рулевой радиатор на котором уже говорили вот тот самый место по которому течет термостат лапан печки течет очень сильно и скорее всего из-за этого она у нас сейчас и перестала работать насос гура он жужжит но мы его под вопросом пока оставим пускай лучше умрет до конца и мы его тогда заменим расходомер это скорее все та причина по которой мотор немного потряхивает на холостых не в списке номер один это будет разъемы фар с проводами перед и за то есть мы уже показали что здесь все немножко печально после тех аварий что у нее произошло он тут вообще телевизор от епошки с иероглифами все немножко gdm в нашей машине здесь вот лампочки вообще валяются за фарами как бы на обрубленных концах поэтому мы купим разъемы кулису кпп и насадку кпп что у нас как помните боксерская перчаточка вонючка там стоит замки капота поставим потому что с тросиками проблема они заедают как в одну так и в другую сторону на замки капота поставим спортивные и придумывают секретку чтобы было не вскрыть любой момент на стоянке ноздри ноздри лежат у хозяина мы их заберем они собственно и сняты потому что приходится каждый раз дергать здесь за трос капота чтобы он закрылся потому что иначе он залипает в открытом положении а получить по лабашу капотом не очень хочется хотя петля еще осталась оригинальная на спортивных корчах это регулярное происшествие у меня капот открывался на ходу на раз 10 за мою дрифт карьеру причем не как-то раз была история что лёха стебался который не переклеивал все время стекло что типа как вы забываете как вы забываете он тоже в списке людей забывших закрыт капот в итоге вот такой вот список да да вот такой вот список и собственно страховочка которая к сожалению нынче с коэффициентами стоит уже дорого но так как мы на ней будем наваливать и возможно попадать мелкие дтп лучше бы она у нас была ну и в конце концов при езде ночью инспектора гибдд по любому будет останавливать и выписывать по 500 рублей а после нового года слышу что вообще лишение прав за езду без страховки в общем страховка тоже нужна и список получился на две страницы такой вот но я крупно писал на самом деле все равно он кажется большим он кажется большим на самом деле ничего критического я не вижу для вела ничего критического для меня очень критично и я тут немножко подофигел я думаю когда мы накидаем сюда цифры это не перестанет пугать потому что на самом деле старая бмв и и цены на некоторые запчасти приятно удивят даже по сравнению со сливой вечернее включение со стоянки питере уже как несколько дней выпал снег . сейчас стоит пока на стоянке я все ждал когда на дороге чуть-чуть подсохнет чтобы был сухой асфальт и перегнать машину в гараж на зимовку я не ожидал что снег выпадет так рано в питере обычно выпадает нам в конце декабря сейчас только начало ноября и уже снег лежит причем такой стабильный слива просто ужасно реагирует на зиму мало того что замерзла водительская дверь вообще с замком эта дверь открылась но она не закрывается вырубились датчики дефи это значит что где-то предохранитель сдох еще и вырубилась печка это тоже значит что где-то предохранитель сдох надо разобраться с этим совсем и поехать уже в гараж вы не поверите но прошло полтора часа или даже чуть больше с того включения предыдущего я не смог починить не печку я не знаю почему все предохранители проверил по сто раз вытаскивал она работала когда я приехал в прошлый раз я не смог починить дверь она также замерзла я еще с укрепил просто ремнем безопасности датчики тоже не смог включить я не знаю что с машиной происходит я решил все-таки поехать до про гаража потому что чтоб там в тепле разобраться чё с ней потому что если я сейчас поеду в гараж там будет так же холодно и я вообще оттупью в конец хотел показать вообще чем занимается домино-сервис это изготовление любых полиуретановых изделий сейчас тема расскажет вам вкратце и покажет вообще что это ну все достаточно просто если у вас подвеска барахлит то мы можем исправить это все это не обязательно подвеска коленвал например шкиф развалился еще какие-то опоры в общем любые резиновые изделия которые есть в принципе с которых можно снять форму их можно сделать из полиуретана собственно на этом автосервис и живет вот банальный пример на автобус это втулки стабилизаторов фактически вот аналог из полиуретана только уже восстановленные размеры все то есть ничего не болтается ничего не любит чем лучше чем резиновые покупать снова ну потому что это материал который гораздо более прочный чем резина и все это вообще кастом в итоге получается вот мне сделать можно вот отбойников простейших подвески до до в подрамник в любой машины это по-любому наверное и в новые машины это по-любому дешевле до чем лексуса покупать какую-то подушку когда мы имеем стоимость одного соленблока в среднем около там 2000 рублей но это решение гораздо выгоднее чем покупать рычаг который ну да это привык нально он стоит космических денег и при этом наш еще и дольше проходит чем эти 50000 в общем есть и нужен любой полиуретан то обращаться сюда смотрите прикол японской двери почему японская потому что все запчасти на нее японские да ребята которые пользуются тачку они возят запчасти с японии и дверь в том принципе с японии во первых у нас управление зеркалами у пассажира оказалось теперь вот и соответственно личинка замка только с этой стороны как тебе шава в этом заведении зимний вечерок я сейчас собрался на одну миссию со мной поедет женя на чайзере вот его чайзер я его сам первый раз вижу вот тонированный есть с лобашом здорово жизнь здорово подвески тэйн на дисках и на обычном открытом редукторе смотрится очень неплохо собрал сейчас ехать сосновый бор это 100 километров от питера и вы увидите зачем чайзер кстати на один джейзет атмосферном коробка автомат и так мы доехали здорово парни вот это мы до долго добирались суре синяя подсветка и от серега серега короче ща буду смотреть порадовала порадовала время вот это вот это жесть так я приехал покупать жигу но жига четко поэтому мы за ней ехали очень далеко по мотору в принципе все стоп стоит вал если что-то соврешь короче ты понял да распредвал стоит эстонисторонний диапазон рабочий где-то 3200 до 5200 дальше он крутит но уже так вяло бессмысленно выклоп и прошиты мозги и все по мотору это все да и ты его перебирал типа я на спринте перестал масляный насос работать я его разобрал поменял кольца собрался заново все работает отлично работает ничего не течет все радует че я сяну да короче синяя подсветка как вы уже заценили часы комплектация с часами это первая до низко-короткая риска короткая зацеп 0 здесь все раскатали очень жестко здесь вообще вот это вторая да уже да 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 уже жалко что святого так получилось готова вообще к такому не я если что не вы к жигулям а ручника вообще никакого нет да они дошли руки хотел ставить то есть даже типа тросикова да сейчас меня прокатит как бы как-то мы приехали в гараж чтобы взять диски в смпо нифига ты ларек держишь тут можно снимать вот она лёгонькая но вылет у них маленький для земли но если кончики узкие одевать идеальные лет нормально еще они узенькие сто пятьдесят пятых мы с ребятами тут оформляем договор на дембель сейчас бабос считаю Денису тише тише не ори тут так а в принципе тут нельзя же это малая земля опасный район да вот не орем сказали ребята посоветовали и уезжаю на надо как-то придумать на жиге это не грубо? да нет вполне не грубо все я совершил эту покупку сейчас буду уезжать отсюда ребят спасибо что встретили радушно оказывается даже кое-кто меня тут смотрит поглядывать теперь они обещали смотреть точно потому что я буду ездить на этой машине в сериях Денис вообще спасибо тебе большое спасибо с приобретением я думаю машина порадует мы уехали от ребят сейчас заехали на заправку заправить мою жигу в девяста пятом бензином кстати вот зацените ее лук так я еду уже первые десять минут полет нормальный я если честно не знаю говорил или нет я первый раз еду за жигули это моя первая жигули я думал все будет сложнее но нет она в принципе едет приборка вся простейшая ну обычная тачка с любым нажатием газа она дрифтит так как зима и так как заварка на ней уже стоит чуть попозже расскажу про спеки из явного видно это например тахометр в стоке у пятерки тахометра нету это кстати пятерка да отказывается заезжать сама но кстати так проталкивается по снегу все нормуль хотел записать как я утром подхожу к своей малышке но утро началось с того что я чинил дверь она не открывалась сейчас починил уже завел вот так она выглядит днем я сам сам первый раз вижу при свете дня вчера владелец скидывал фотку когда я к нему ехал говорит серега что то банка отвалилась вдруг по шву в итоге банку оставили в багажнике сейчас она без банки я думал она будет орать но она кстати не орет а так приятно басит зацените вот например пластиковые стекла капот на спортивных замках я заправил вчера 500 рублей мы проехали где-то около 80 или 100 километров и сейчас опять замигала лампочка бенза ну пойду заправлюсь но я думал она меньше жрет тут очень крутая краткоходная кулиса она еще перенесена заправил сейчас на шеле на 500 рублей 95 посмотрим сколько его хватит молчара его заинтересовала твоя штука вкусно уже опа опа может ее можно съесть сколько ему? 2 месяца так вот я купил себе курмана он наверное дорого стоит да? 7000 рублей на авито ха-ха-ха-ха удах 7 6 7